Ах, это новая техника! Вернее, старая, забытая техника вязания, которую почему-то так неоправданно забыли. И ура! Она у меня получилась! Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Давайте уже по традиции посмотрим, что творится за окошком. А за окошком уже практически опали все листья. Очень много деревьев стоят голыми. Близится зима. Но мы радуемся тому, что имеем. Итак, мои хорошие, добрались мы до этой интересной техники вязания. Во-первых, хочу поблагодарить вас за ваши комментарии к первому ролику, где я делала обзор вот этой прекрасной пряжи Папатья. Спонсором является магазин Кудель. И вы мне написали про технику, в которой я собиралась вязать шарф. Что это старая техника из 70-х, 80-х. Тогда были такие журналы Крестьянка и Работница. Кстати, моя мама тоже их выписывала. И я помню, как я с нетерпением их ждала. Конечно же, я тогда была маленькая и вязать я не умела. Но я их любила пролистывать. И вот эту технику я увидела у Светы Валкодав в ее инстаграм. Ссылку я, конечно же, опять оставлю во вкладке. Еще не забывайте туда подсматривать, подглядывать. И я просто настолько была восхищена ее работами, ее пальто, жакетами, шарфами вот в этой технике, что решила связать что-то подобное. И когда я получила вот эту пряжу от Кудель, я решила попробовать на дешевой пряже. Кстати, пряжа меня очень-очень порадовала. Именно эту технику. Друзья, вы посмотрите, что получилось. И какие теперь возможности перед нами открылись. Это же можно вязать все, что угодно. Пальто, юбки, жакеты, джемпера. Можно украшать вот такими элементами. Свитер, платье. Ну, в общем, все, что заблагорассудится. И сегодня я покажу хитрость в этой технике. И, конечно же, в том первом видео вы видели, как делает это Света. Но там показан, так скажем, основное, как это можно сделать. А вот тонкости вязания, куда девать хвостики, как от них избавиться. Я на эту тему думала. И ваши комментарии тоже были на эту тему. И, в общем, вот результат. Это должен был быть карман. Но это будет, скорее всего, сумка. Ну, как в той песне. Сделать хотел осу. Или козу получил осу. Вот так вот и у меня получается с этим проектом. А готовая модель уже из одного моточка. Ну, практически чуть-чуть я взяла из второго моточка вот этой пряжи. Получился просто потрясающий трансформер. И я не буду мешать все в этом видео. Я сниму отдельный ролик. И там, конечно же, дам обзорный мастер-класс по тому трансформеру, который получился у меня из одного моточка вот этой пряжи. Я думаю, что вы тоже будете приятно удивлены. Я вам все продемонстрирую и все расскажу. Но основная идея-то была у нас научиться вязать вот в этой технике. Тут даже не только вязать. Здесь получается, что шить, вышивать мы должны уметь владеть иглой. Хотя иглу я не люблю. Но это исключение. Потому что красота получается неописуемая. Причем, что это полотно получается двусторонним. Оно абсолютно одинаково выглядит и с одной, и с другой стороны. Ну, а пока я расскажу еще раз о своих впечатлениях об этой пряже Папатья от фирмы Камгарн. Девочки, вы знаете, я приятно удивлена. Сейчас, наверное, действительно нужно менять отношение к акрилу. Потому что сейчас акрил абсолютно другой. Это, значит, сейчас я вам... Вот она, эта этикетка с этого моточка Папати Ангора Кейк. Там, кстати, очень много другой пряжи от этого производителя Камгарн. И я обязательно хочу ее попробовать. Вот она, фирма Камгарн. Значит, здесь 80% акрила и 20% шерсти. Шерсти лана. 1100 метров в 200 граммах. То есть, это получается 550 метров в 100 граммах. Это метраж вот этой пряжи. Я вам рекомендую сходить в магазин Кудель. Там просто громаднейший, просто глаза разбегаются, громаднейший выбор. И по цветовой гамме, и другая пряжа от этой фирмы. Девочки, присмотритесь. Это будет бомба. Я вас уверяю, это будет что-то очень красивое. Итак, сейчас полистаем вот этот журнал. Идея-то у нас связать жакет Шанель. Журнал мод 617. Кстати, давайте покажу. Здесь же моя работа еще в этом журнале. Причем, можно сказать, на первой странице. Не можно сказать, а точно на первой странице журнала. Как же у меня изменился вкус. Это вот ирландское кружево. Пальто это у меня висит. Я его не ношу. В общем, вот такие вещи я вязала. Но основная идея в этом журнале у нас связать Шанель. Кстати, вот посмотрите, тоже тканое полотно. Посмотрите, как можно еще. Но здесь, конечно, придется заморочиться. Сделать по тем же клеточкам, по нашей филейной сетке. Именно вот так вот прошить ниточками. Видите? И получить вот такой узор Шанель. Я буду вязать приблизительно вот в такой цветовой гамме, но другую модель. У меня будет жакет Шанель вот в этой технике. Так что это все будет. Я потренировалась на карманах. Думала это сделать уже вот в этом шарфике. Но так само собой получилось, что получилась совершенно самодостаточная модель. И я не буду там ничего переделывать. Я потом в конце ролика вам мельком покажу то, что у меня получилось на манекене. А повторюсь в отдельном видео. Все это, конечно, продемонстрирую. Итак, 617 журнал. Вот она, это Шанель. Я бы убрала вот здесь вот это кружево. Мне кажется, оно здесь абсолютно лишнее. Вот они, эти жакеты. Но нас интересует вот эта техника. И все, что мне понадобится теперь из этого журнала, выкройка какого-нибудь жакета, которую я либо сделаю, либо буду как бы представлять, как это вязать, сколько сантиметров, куда. Нам нужно будет связать по выкройке филейную сетку. Сначала вяжется филейная сетка. Это вот этот же карман. Но только теперь он здесь, видите, как преобразован, прошит нитями. Но сначала вяжется филейная сетка по выкройке, допустим, жакета. Буду вязать окат рукава. То есть будет все как положено. А потом все это дело прошивается нитью и сшивается. Вот так вот я немножко рассказала, как я буду выполнять этот жакет. Так что найду, надеюсь, здесь найду более качественную выкройку. Но если не здесь, то, может быть, распарю какой-нибудь свой жакет и сделаю уже по нему выкройку и буду вязать. Итак, что хочу сказать об этой технике вязания. Значит, смотрите, имейте в виду, что вязать нам по выкройке нужно на размер больше. Почему? Смотрите, вот у меня были два кармана. Они вязались и были абсолютно одинаковыми. Но когда прошивается филейная сетка, то карман немножечко уменьшается в размере. Это вот видно невооруженным глазом. То есть нам нужно сделать немножечко больше припусков на свой размер, когда мы будем вязать филейной сеткой по выкройке, чтобы потом, когда мы прошьем это все, наш жакет не был нам мал. Посмотрите, какая красота красивая. Прелесть. Просто прелесть. Вы вот видите, что здесь разные цвета. Просто пряжа-то секционная. И мне вот этой секции бежевого оттенка не хватило на два кармана, чтобы они были одинаковые. Дальше пошел другой цвет. И, естественно, в полотне мы это видим. Здесь все одинаково. Так что, вот, мои хорошие, вот так вот сейчас я вам покажу вот эту хитрость, как я это делала, как это сделать аккуратно. Вы все это научитесь. И думаю, что у нас появится очень много возможностей. Полотно очень легкое. Сейчас покажу вам на свет. На свет оно вот так вот светится. Но, конечно, если вы хотите теплее и плотнее, то тогда количество нитей, которые вы будете прошивать, нужно просто сделать больше. И тогда у вас не будет вот здесь вот этих просветов. Но мне эти просветы нужны. Мне не нужно слишком теплое полотно. Я буду вязать вот в четыре сложения. Здесь получается у меня нить в четыре сложения. Вы представляете, как можно пристроить остатки пряжи? Вы, кстати, мне писали. Конечно же, все можно это сделать, мои хорошие. Единственное, что нужно правильно скомбинировать цветовую гамму, чтобы это смотрелось красиво. Итак, что нам понадобится для этого? Ну, для удобства, я так скажу. Конечно же, можно это сделать булавкой, как показано в ролике у Светы Волкодав. Но я нашла у себя вот такие иголочки. Они, кстати, разные. И вот эта вот игла у меня осталась в единственном экземпляре. Я ее просто берегу, как зеницу ока. Почему? Вы видите, вроде бы-то иглы. Ну, во-первых, она длиннее. Во-вторых, она, вот ушко у нее больше, чем вот в этой иголочке. Я как-то заказывала на Алиэкспресс в надежде, что придет именно вот такая игла. Мне пришли вот такие вот более мелкие. Итак, давайте я покажу, как это я делаю. Итак, друзья, если вы присмотритесь, то прошивала я полотно филейной сетки оттенками двух цветов. То есть, вот потемнее и вот посветлее. Чтобы этого добиться, я отмотала вот эту вот бежевую секцию, потому что ниточка-то у нас идет безотрывно. Кстати, попались из двух мотков. Ну, вот то, что я вывязала один моток и вот начала второй вывязывать. Два соединения было в этой пряже. Итак, значит, что я буду делать? Смотрите. Вот этот карманчик, который мы будем расшивать. Я беру пряжу. Ну, допустим, сейчас у меня будет идти светлый оттенок. И вот так вот вымеряю, поскольку мне надо два, четыре сложения. То есть, значит, я отматываю два сложения, потом соединяю вот так вот. И примеряю. Ну, что-то я разогналась, жалко, жалко пряжу. Примеряю, сколько же мне нужно пряжи в длину. Ну, вот пусть будет, даже можно еще немножко меньше убрать. Все, померили и отрываю. Дальше. Я беру лицо. Надо посмотреть, чтобы это было лицо. Да, вот оно лицо. Беру крючок и вот сюда я продеваю крючок снизу. Видите, вошла вот в эту вот секцию. Дальше. Нужно сложить эту пряжу пополам. Есть. И вытаскиваю петельку. Что-то тут не вытаскивается. Она должна... А, вот я зацепила ниточку. Должна у вас очень хорошо выйти. Эта петля ничего не должно ей мешать. Все. Сделали петлю. И сюда теперь, в эту петлю протаскиваем нашу ниточку. И затягиваем узелок вот здесь. Хорошенечко это подтягиваем. Вот таким образом мы избавились от узлов в начале вязания. У нас узелки или вот бахрома или мы хотим заправить, нужно будет заправить только внизу. Я думаю, что это понятно. Дальше. Вхожу в иголочку и крючком достаю вот эту вот ниточку. Ну, а дальше я думаю, что все понятно. Берем просто и вот так вот шагаем по нашим вот этим ячейка. И вот когда подошли к самому низу, что я делаю? Смотрите, я сразу пропускаю иголочкой. Вот чем удобно иголочка. Мы сразу прячем кончики. Вхожу на обратную сторону и здесь еще раз попадаю вот здесь вот у меня тамбурный шов был. О кармане потом немножко еще расскажу, как я вязала. Попадаю сразу с этой стороны иглой в этот шов, чтобы более нитка закрепилась. Здесь немножечко будет, но она все равно пролезет. Это ушко. Вот все. И все. Вот одна ячейка нашей филейной сетки заполнилась. Здесь просто подтягиваем. Когда будут все заполнены, я просто потом утюгом все это дело проглаживаю и все становится ровненько и красиво. Здесь, конечно, мы потом можно будет спрятать, если нам не нужна бахрома, мы потом вот этот кончик повернем в другую сторону и его вот здесь вот зафиксируем. Может быть, можно придумать что-то, зафиксировать нитью. Можно, пришла вот мне такая идея, может быть, кончик как-то прошить, чтобы не поворачивать его вот в эту сторону, просто прошить на машине вот здесь вот один шов и у нас зафиксируется, чтобы при стирке это все не высмыкивалось. И вот у нас готова одна заполненная вот эта вот ячейка филейной сетки. Что мы делаем дальше? Дальше чередуются цвета. Вы, конечно, можете вообще на свое усмотрение сделать вообще узор. допустим четыре там или две ниточки одного цвета, одна ниточка другого цвета, опять четыре ниточки, одна ниточка. Тут столько возможностей, я просто восхищена этой техникой. Ну, а я отмотаю теперь другой цвет уже от клубочка. Сейчас померяю, чтобы мне хватило, потому что в камеру это неудобно делать. Я думаю, смысл понятен. Ну, вот где-то вот так вот оторваю и делаю то же самое. То есть сначала по лицевой стороне вхожу вот сюда, видите, вниз, вот в дырочку вниз, не сверху, чтобы красиво этот узелок лежал, а вниз. опять складываю все это дело пополам. Старайтесь, чтобы икончики у вас были одинаковые. Вдруг нам пригодится бахрома. У меня, скорее всего, это будет сумка из этих карманов. Я же говорю, сделать хотел осу, а получил козу, да, или наоборот. Так и у меня. Сейчас я за кадром это все сложу. давайте еще раз закрепим материал. Вот. И теперь в эту петельку достаем. То есть мы как бы прикрепили нашу ниточку безо всякого труда. и теперь здесь внимание есть одна хитрость, чтобы полотно было более стабильным. Нам нужно его вторую, то есть чередуем, вторую ячейку нужно немножечко по-другому впихнуть. То есть что я делаю? Смотрю на первую ячейку. Вот она первая моя перепонка. здесь у меня первый стежок шел над этой перепонкой, а теперь я сделаю под перепонку. И дальше все то же самое. То есть смысл, я думаю, понятен, чтобы у нас получилось как кирпичики, да, то есть стена, чтобы это было крепкое полотно, более стабильное. поэтому мы должны чередовать вот таким вот образом вот эти наши стежки. Что в шахматном порядке, скажем так, более-менее понятно. Вот. Там у нас выходило и из-под, а здесь над стежком. И дальше все то же самое. Входим сюда, разворачиваясь наизнанку, чтобы мне не делать лишних движений, и сразу попадаю вот в этот тамбурный шов, чтобы закрепить, чтобы наша ниточка была более-менее закреплена с этой стороны. И протаскиваю. Видите, иголочка, ну, как бы, ушко толстая для протаскивания тяжеловато, но зато попадать в нее нитку крючком, вот так вот вставлять крючком при помощи крючка гораздо удобнее, чем вот в другую иголку. Здесь, видите, сюда она не вставится, либо крючок нужен, ну, влезла. В принципе, может быть, даже буду и этой пользоваться, она более тонкая. В общем, иголка спасения в этой технике. Вот и все, мои хорошие, видите, и у нас образуется еще вот, вот эта вот филейная сетка стала образовывать у нас вот такие ячейки. Если бы мы сделали точно так же, как и первую, ну, во-первых, скрепление, сцепление не было бы таким стабильным, но и у нас филейная сетка не дала бы нам вот такой, видите, красивый рисунок. Можно поиграть с цветом. я вообще не мыслю даже сколько вариантов, как это можно сделать более таким нежным, да, а можно же сделать более ярким, если подобрать, допустим, другие цвета. И можно вот этими элементами дополнять, ну, как декоративные элементы в платье, там, в туниках, да, где угодно. Можно платье связать той же лицевой гладью, а пришить вот такой вот карман или там сделать из этого декора какие-то ромбы придумать. У меня, кстати, уже рождается новый проект, связанный вот с этой пряжей и с пряжей опал песочного цвета, но пока даже ничего не буду говорить о нем, потому что еще многое нужно связать. Мне нужно довязать бабушкину кофту рукава, я же так и не довязала. В общем, планов уйма, а когда это все делать, не знаю, поэтому о новом проекте я пока не буду даже вам озвучивать. Ну, а сейчас обещала вам показать то, что у меня уже появилась готовая работа, которую я продемонстрирую вам, скорее всего, завтра, но о мельком покажу. Итак, вот, что у меня получилось. Вы не представляете, как можно носить эту вещь. Этот трансформер я назвала иллюзия. Если носить вот так, то получается, что сзади как будто в капюшон. Если все это дело опустить, это не единственное, так скажем, не единственный вариант, то получается совершенно другая вещь. Сейчас застегну. Вот такая красота у меня получилась. Сейчас объясню, почему я не стала заполнять вот здесь вот делать то, что я вам показывала, типа тканого полотна, да, потому что я тогда закрою вот эту воздушность и то, как это полотно драпируется. Мне бы этого не хотелось. Очень нежно это как шарф, это как пончо, в общем, сказала мельком и тут Остапа понесло. Это будет отдельный ролик, все покажу, расскажу, расскажу о хитростях, о которых вам мало кто расскажет. Ну, а на этом я буду заканчивать сегодняшний ролик. Я вас благодарю за внимание, думаю, что вам было интересно и вы досмотрели этот ролик до конца. Я вас всех обнимаю, всех люблю и до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Ситникова. Ситникова.